Всем привет! С вами Дина и моя коллекция рецептов. Классический салат мимоза знаком каждому, однако вариантов приготовления этого салата огромное множество. Сегодня покажу свою версию этого вкусного нежного праздничного салата и приготовлю его без добавления отварной картошки и моркови. Для начала маринуем лук. Среднюю луковицу весом 100-120 граммов нарезаем как можно мельче. Перекладываем в небольшую емкость. Всыпаем пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара, вливаем столовую ложку 9% уксуса и заливаем холодной водой так, чтобы лук полностью покрылся маринадом. Перемешиваем и отставляем в сторонку на 10 минут. Как вариант можно использовать уже готовый маринованный лук, рецепт которого есть на канале. 5 отварных куриных яиц разделяем на белки и желтки. Берем блюдо или сервировочную тарелку, в которой будем подавать салат. Натираем белки на крупной терке и равномерно распределяем по дну. Это будет первый, самый нижний слой салата. Оформить салат можно послойно с помощью кулинарного кольца или подать его в персональных креманках. Сверху на белки наносим тонкую сеточку из майонеза. Открываем баночку консервированной горбуши в собственном соку. Сок сливаем, а рыбу разминаем вилкой. У меня консервы весом 240 грамм. Вместо горбуши можно использовать любые другие рыбные консервы без масла на ваше усмотрение. К примеру, тунец, сайру, скумбрию, сардин и так далее. Поверх белков ровным слоем выкладываем половину подготовленной рыбы. С маринованного лука сливаем маринад и слегка отжимаем. Выкладываем его поверх рыбы. На лук наносим сеточку из майонеза. Следующий слой 100 граммов вкусного сыра твердых сортов. Трем сыр на мелкой терке. И распределяем ровным слоем. Слои не придавливаем. Так салат получается особенно легким и воздушным. Поверх сыра раскладываем вторую половину рыбных консервов. И снова тонкая сеточка из майонеза. Изюминкой этого салата являются яблоки. Берем два средних яблока, лучше кислых или кисло-сладких сортов, очищаем их от кожицы и натираем на крупной терке. Именно яблоки придают салату неповторимый утонченный вкус, приятную свежесть и сочность. Раскладываем их ровным слоем. Поверх яблок натираем 100 граммов замороженного сливочного масла. Оно придает салату особенную нежность и некую сладость. Финальный слой салата – отварные яичные желтки, которые нужно натереть на мелкой терке. Аккуратно их распределяем по всей поверхности салата. По поводу соли и перца. Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но учитывайте, что сыр, майонез и рыбные консервы уже достаточно соленые. Украшаем салат, как пожелает душа. Я нанесу по краю тонкую сеточку из майонеза. К слову сказать, на весь салат у меня уходит не более 100 граммов майонеза. Готовлю его сама. Ссылочку на видео оставлю в описании. А теперь покажу, как с помощью овощечистки можно сделать самые элементарные украшения из свежего огурца. Старайтесь выбирать ровный длинный огурец. Срезаем с него тонкие огуречные полоски. Скатываем их в плотный рулетик. Разрезаем на две части и укладываем на салат в виде цветка. Точно такие же украшения можно сделать из свежей или отварной моркови. Вокруг цветка выкладываем лепестки из листиков петрушки или укропа. И в результате получается вот такое простое, незатейливое, но оригинальное украшение. Берите на заметку, может кому пригодится. Салат можно убрать в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. А можно сразу подавать на стол. Нежный, воздушный, очень аппетитный, приятный на вкус праздничный салат. Готовиться несложно из самых обычных продуктов. Наряду с селедкой под шубой, салат мимоза всегда эффектно смотрится и является желанным на любом праздничном застолье. Готовьте с удовольствием! Желаю всем вкусных и веселых праздников! С вами была Дина и моя коллекция рецептов. Субтитры создавал DimaTorzok